То есть, когда ты идешь по второму этажу, там такое деревянное межэтажное перекрытие, это зло. Просто надо правильно его готовить. Всем привет, друзья! Это Максим Каркас Гид, ваш гид в мир каркасных технологий. И сегодня мы обсудим очень важную тему для всех, кто строит двухэтажные, трехэтажные и другие многоэтажные каркасные дома. Одна из самых больших страшилок о каркасном доме это очень низкое звук и шумопоглощение перекрытия. То есть, когда ты идешь по второму этажу, там такое ощущение барабана над головой, особенно когда дети бегают по второму этажу или даже кошки, а на первом этаже все это слышно. Но решение этого вопроса есть, причем оно известно достаточно давно. Спасибо эксперту с форума хауса Росвуд, ссылочка будет на него в описании, который, в принципе, давно уже представил на форуме узлы, с помощью которых можно избежать очень приличного количества шума, передающегося через перекрытие, и достигнуть уровня шумопоглощения пустотных плит перекрытий в многоэтажках. Это плавающий пол. Причем технология на самом деле очень простая. Мы кладем несколько слоев специального очень плотного утеплителя. Потом, не привязываясь к нему, кладем несколько слоев ГВЛа. И, в принципе, все. Все готово. Теперь у нас звукопоглощение полом очень на приличном уровне. Давайте рассмотрим эту технологию чуть подробнее. Итак, сначала по периметру всего этажа мы закрепляем к низу стен пенофол. После чего по поверхности черного пола укладываем тот самый жесткий утеплитель. Кладем два слоя таких 40-мм рувбаца. После чего закрываем это все полиэтиленовой пленкой и приклеиваем ее к пенофолу, который у нас уже закреплен на стенах. Теперь по полиэтиленовой пленке мы кладем в разбежку два слоя 12-мм ГВЛ. Причем ГВЛ между собой проклеиваются и также протягиваются винтами 3.9 на 22 мм. Не стоит использовать как заменитель рувбаца рокволовский флорбац-и, который по показателям не дотягивает по плотности и по границе допуска по прочности на сжатие. Теоретически использовать его можно, но практически лучше не стоит, потому что, скорее всего, он будет проминаться. Поэтому решение уже есть, не нужно придумывать велосипед и искать другое, просто используйте то, что уже наработано. Такое решение уберет как минимум 60-70% проблем с передачей шума через перекрытие. Жизнь ваша станет куда милее, прекрасней. И вы забудете об этой страшилке, что вот деревянное межэтажное перекрытие – это зло. Просто надо правильно его готовить. Кстати, такое решение можно использовать не только в каркасном доме, но и в газобетонном доме, где у нас перекрытие деревянное, и в брусовом. Главное, стройте такой дом, чтобы вам нравилось в нем жить, а остальные мелочи можно утрясти с помощью появляющихся каждый день все новых технологий. Пишите комментарии, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я обязательно отвечу на все комментарии, если вы что-то напишите. Пока!